Всем привет! Вы находитесь на канале Рем.Инфострой. Заливка бетона послоена Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основостроение – это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями. Учет интервалов времени при бетонировании частями бетона. Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. Процесс застывания рабочей смеси входит в схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона. Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум 3 часа при температуре окружающей среды более 15 градусов по Цельсию. Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое. В середине раствор останется жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона. Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдержать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки. До этого времени трогать залитый бетон нельзя, так как он способен растрескаться. Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше восьми часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не более трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность. Советы по методу заливки с учетом швов Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, в которых имеется два – блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно в стык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков. Методы заливки фундамента частями Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше, чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки часть готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить к последующей укладке на уже залитую поверхность нужно снять с нее бетонное молочко. Укладка раствора на ее не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента. Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на одну вторую половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора. Он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить. Укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки. Технология процесса заливки частями Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно. Такую подачу обеспечит машиномиксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе 8 кубов рабочей смеси. Он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны. Не подается вовремя машина с бетонным массивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит провести бетонирование за один день не удастся, поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями. Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку. Ее устанавливают вокруг заливаемого места, когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах, но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени. После того, как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливаем ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться обычной деревянной палкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки. Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток. Что касается горизонтального способа, когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей. Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь. Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций. Важно распланировать этапы процесса. Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы. С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку. Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности. Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы. Заливая фундамент здания по частям, важно учесть рекомендации формирования. Основные ошибки при заливке фундамента частями Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избежать следующих ошибок. Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простое в работе. А значит, удастся закончить бетонирование в срок. Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка. Используя способ холодный шов, строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом. Применяя способ бетонирования горячий шов, залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой. В зимний период времени бетонную поверхность не очищают от льда или снега. Вывод Чтобы залить прочный и надежный фундамент по частям, которые прослужат основой для зданий и сооружений не один десяток лет. Важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строгого соотношения необходимых компонентов. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.